Всем привет! Вы на канале Совета Стоматолога и сегодня у меня в руках паста Рокс Брэкетс Энд Орта. Паста специальная для тех, кто использует ортопедические и ортодонтические конструкции. И она не содержит фтор, парабены и СЛС. И вообще вся линейка ПРО позиционирует себя как пасты с таким более безопасным составом, без какой-либо агрессивной химии. Вот. И что здесь находится, давайте с вами посмотрим на упаковке. Сзади идет описание. Производитель указывает, что паста подходит для регулярного гигиенического ухода. Хотя на упаковке нет индекса абразивности. Он составляет здесь где-то 80-90. И да, то есть пастой можно пользоваться каждый день. С этим я согласна. Правее мы видим описание, что людям с разными ортодонтическими и ортопедическими конструкциями нужна специальная паста с повышенными очищающими свойствами. Именно эта паста содержит активный протеолитический фермент, который позволяет очищать зубы на участках, недоступных зубной щетке. Также нивелировать факторы воспаления, обеспечивать длительную частоту зубов и десен. И специальные деликатные граммы усиливают очищающие свойства. Аксилит в составе способствует нормализации микрофлоры и предупреждает развитие кариеса. И также здесь есть биодоступные соединения минералов, которые реминерализуют эмаль, восстанавливают естественный блеск и белизну зубов. Описание, конечно, привлекательное, но мы с вами знаем, что прежде всего надо смотреть состав, а уже потом делать выводы. И еще я не согласна с тем, что при разных сложных конструкциях требуется именно специальная паста. Нет, если у вас есть прэкеты или коронки, или мосты, или даже импланты, в первую очередь надо подобрать средства гигиены. То есть специальные щетки, ершики, нити, а уж в последнюю очередь паста. Так, ладно, и давайте мы с вами перейдем к самому интересному, к составу. После сорбитола идет силика, это абразив, за счет которого паста имеет очищающие свойства. После глицерина и воды идет ксилит, это противокриозный компонент, и из-за его наличия всегда плюс. Кокамида пропил бетаин, это мягкий паф с низким фактором опасности. После аромы и ксантановой камеди, который является безопасным загустителем, находится глицерофосфат кальция. Это как раз то биодоступное соединение, которое укрепляет зубную эмаль. Дальше мы видим в составе бромелоин. Это фермент из ананаса, он бережно растворяет зубной налет, препятствует фиксации бактерии на зубах и слизистой полосы рта, а также обладает противовоспалительными свойствами. За него тоже плюс. Дальше идет магниевая соль, которая используется как регулятор вязкости, а также обладает противовоспалительными свойствами. Она уменьшает кровоточивость десен и борется с неприятным запахом. Тоже безопасный компонент. Сахарин натрия, это подсластитель. Бензат натрия, это консервант. И после него идет биозол, это еще один консервант и с низким фактором опасности. Последний компонент, диоксид титана, он придает пасте белый цвет. Вот и весь состав. Честно сказать, я ожидала чего-то большего, потому что линейка Pro стоит где-то рублей на 100 на 150 дороже, чем обычные пасты Rox. Вот, и я думаю, будет что-нибудь поинтереснее. Но в целом паста неплохая. Моя оценка примерно, не знаю, 7, может быть, 8 из 10. Вот, поэтому кто пробовал, расскажите в комментариях. А я пока что с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!